здравствуйте дорогие радиослушатели все те кто нас смотрят на нашем youtube канале в фире программа политинформания радиостанции народная волна чикаго самой популярной радиостанции на среднем западе сша ее ведущие эдуард грумер и гизнадий грумер а сегодня мы беседуем а с российским журналистам и правозащитникам зои световой фельсовна добрый вечер добрый вечер зоя фельсовна большое спасибо что за это позднее в это позднее время для вас все таки как говорится уже не вечер даже уже ночь по моему ближе к ночи 11 часов вечера вы согласились с нами побеседовать для наших радиослушателей те кто нас смотрит на нашем youtube канале в россии всегда главным вопросом я бы не сказал главным вопросом но очень важным вопросом стояла защита прав человека я думаю что наверное во все времена мы не будем делать акцент только на двадцатом веке во времена советской власти а как на сегодняшний день насколько остро стоит этот вопрос сегодня в россии ну вы знаете я много лет занимаюсь правозащитой как журналист и я была еще членом общественной наблюдательной комиссии москвы это такие это такая комиссия в которую входили люди которые могли посещать московские тюрьмы и заниматься там правами заключенных вот я занимался 8 лет я посещала 8 лет московские сизо московские изоляторы содержания и спецприемники и вот это правозащитная работа она никуда не делась и права человека в россии продолжают нарушаться поскольку права человека теперь это в общем-то такая политическая даже проблема поскольку не в россии нарушается и конституция и нарушается вообще все права то есть право на свободу слова право на собрание право на выборы которые ну я не знаю если вы мне назовете какое-нибудь право которые которые существуют вообще которые записаны в конституции или в конвенции по правам человека то любое из этих прав оно нарушается право на жилье право на медицинскую помощь потому что россия вообще сейчас эта страна бесправия вот и те люди которые там живут это люди абсолютно бесправны недавно мы были свидетелями того как возбудили уголовное дело против очень известного адвоката как ивана павлова который очень смелый человек который защищает людей обвиняемых в госизмене так вот против этого адвоката возбудили уголовное дело якобы что он раскрыл тайну предварительного следствия для всех очевидно что просто хотят устрашить адвокатов адвокат это же в общем-то человек который защищает наши права да и теперь и он тоже оказывается бесправным вот я не знаю ответила я на вас ваш вопрос или нет в принципе как бы какое право не возьми она в россии нарушается зоя феликс исполнилось 22 апреля исполнилось пять лет как приступила к своей работе уполномоченный по правам человека татьяна москалькова генерал мвд я знаю что вы критиковали в шестнадцатом году за посещение сизо где заключенные не смогли передать свои требования а как вы вообще оцениваете ее деятельность вот за ее пятилетку скажем так советским словом и считаете ли вы что она на своем месте а я поняла ваш вопрос вы знаете я действительно хорошо знакома с татьяна москальковой и я с ней довольно плотно взаимодействую но наше взаимодействие заключается в том что я очень часто обращаюсь к ней за помощью когда нужно защитить того или иного человека и к ее чести к чести татьяна николаевна я должна сказать что она откликается и в мере в меру своих возможностей она это делает что она может конкретно сделать в стране где полное бесправие что вообще уполномоченный по правам человека может сделать он может точечно менять какие-то ситуации вот например недавно была задержана учительница многозетная мать Анна Борзенко ее задержали за то что она участвовала в митинге недавнем митинге в защиту Навального поскольку ее вычислили вроде как по камерам видеонаблюдения вот она участвовала в этом митинге ее задержали и она провела ночь в отделении полиции и ей грозило до 20 суток или штраф я обратилась к Татьяне Маскальковой описала ей эту ситуацию и просила ее помочь она прислала в суд где должно было состояться заседание по делу Борзенко она прислала своего представителя уполномоченного и Анну Борзенко ее отпустили вообще ее дело было оно даже не приостановлено просто отправлено обратно в полицию суд отказался его рассматривать ее отпустили из отдела внутренних дел я считаю что это благодаря именно Маскальковой которая посчитала что она может здесь смешаться и значит это было сделано другая история например многие к ней я так в том числе обращалась когда Алексей Навальный требовал чтобы к нему допустили гражданского врача и здесь Татьяна Николаевна Маскалькова не сразу подключилась к этому делу и не захотела например поехать и навестить Навального потому что моей точки зрения это потому что Навальный все таки это враг номер один Владимира Путина а Маскалькова хоть она и говорит что она абсолютно независима и что путь не Путин не администрация президента не дает никаких указаний но все таки мне кажется здесь она не поспешила к нему на помощь почему она так посчитала я не знаю но в каких-то вещах когда касается это простых граждан то она помогает в меру своих возможностей она конечно не может изменить судебную систему России она может помогать в общем в каких-то таких точечных историях или например когда к какому-то заключенному вот я обращалась к ней его жена потеряла в одном из московских СИЗО найти она его не могла вот и Татьяна Маскалькова его нашла и он связался со своей женой то есть понимаете она кроме конечно кроме моих просьб к ней обращаются тысячи людей сотни тысяч наверное российских граждан вот и кому-то она наверное еще как-то помогает но я рассказываю только о своем опыте взаимодействия я знаю что я могу к ней обратиться и она вот в каких-то таких вот точечных вещах она помогает например Алексей Малабродский это продюсер который проходил по делу седьмой студии Кирилла Серебренникова его поместили в очень плохую камеру и ему там было тяжело сидеть там было много курящих заключенных и вот она также помогла чтобы его перевели в хорошую камеру то есть понимаете ну если я вам расскажу о том что например не удавалось передать передачу в матросскую тишину недавно одному человеку которого обвинили в госсмене ученого пожилому которого посадили и он тут же заболел коронавирусом и вот невозможно было ему передать передачу и для того чтобы эту передачу взяли пришлось обращаться к Татьяне Николаевне Маскальковой пришлось обращаться к московскому полномоченному по правам человека Татьяне Потеевой и после этого вещевую передачу взяли то есть вы понимаете какие приходится применять возможности кому приходится обращаться ради вот таких обычных совершенно вещей но Маскалькова конечно не может изменить репрессивные законы она просто не в состоянии в ежечасном в ежеминутном режиме бороться с нарушениями прав человека но в отличии например от Совета по правам человека куда вообще бессмысленно обращаться этот Совет сейчас выглавляет Валерий Фадеев бывший ведущий Первого канала такой достаточно пропутинский господин это вообще бессмысленная совершенно организация а вот у полномочной по правам человека несмотря на то что Маскалькова как вы сказали генерал МВД все таки она старается людям помочь и как она и как у нее это удается защищать их права в разных-разных ситуациях Зоя Феликсовна у меня необычный вопрос и с точки зрения морали и с точки зрения ну я не знаю может быть этики в 2017 году Владимир Путин посетил Людмилу Михайловну Алексееву поздравил ее с юбилеем 90 лет напомню нашим радиослушателям что это известный она была известный диссидент правозащитник и значит у них состоялась беседа все это демонстрировалось по телевизору у меня немножко вопрос в другой области должен ли правозащитник сотрудничать с преступной властью если это даже сулит помощь какому-нибудь политическому заключенному хочу сказать что может быть я ошибаюсь вы меня поправите по-моему и Владимир Буковский и Анатолий Марченко никогда для них это была запретна тема сотрудничества с властью при любых обстоятельствах так же как Александр Солженицын в свое время не принял награду от Бориса Ельцина у него были там свои причины и вот на ваш взгляд потому что лично меня когда я это видел меня это очень немножко как бы так покоробило при том что уже тогда была Украина и убийство Немцова вы понимаете о чем я говорю а я вас поняла но хочу обратить ваше внимание на то что Людмила Михайловна Алексеева она была глава московской хельсинской группы она действительно была старейшая российская правозащитница и она была тем человеком который ну боролся всю свою жизнь посвятила борьбе за права человека и она состояла в совете по правам человека и Путин прислушивался к ее по многим просьбам и та история которую вы описываете она просила за бывшего сенатора Игоря Измейцева она просила Путина его помиловать потому что она изучила его дело она считала что Измейцев не виноват и он обращался с просьбой о помиловании он получил по моему пожизненное заключение и она просила Путина об этом Путин ей пообещал но Путин ее обманул она очень вскоре после этого она умерла и Путин никогда Измейцева не помиловал вот но это уже как бы вопрос к Путину а не к Алексеевой потому что я ее тоже спрашивала почему вы просили именно за него тогда еще сидел Олег Сенцов еще ну и продолжая сидеть Алексей Пичугин почему вы не просили за них она была человек достаточно реалистический и она говорила я знаю что его могут помиловать и что это вполне реалистичная история поэтому я за него попросила но вы сравнили Алексееву с Буковским с Солженицыным и с Марченко в данном случае невозможно их сравнивать потому что ни Буковский, ни Марченко, ни Солженицын они никогда не были правозащитниками они были диссиденты в том смысле что они боролись с советской властью они защищали права людей борясь с советской властью это немножко была другая история она же была профессиональной правозащитницей то есть она каждый день ежедневно, ежечасно защищала права людей перед властью придержащими перед Путиным она также обращалась ко всем уполномоченным которые были на ее веку это и Элла Панфилова и Владимир Лукин и Татьяна Маскалькова понимаете это немножко другое дело а все-таки если мы говорим о Буковском Марченко или Солженицыне они были в другой как бы роли выступали она никогда не сидела в тюрьме Людмила Михайловна Алексеева она эмигрировала из Советского Союза когда в общем была угроза того что ее могут арестоваться она уехала в Америку и там она боролась за политических заключенных советских понимаете у нее совсем другая судьба вот и поэтому ну если что касается меня например я никогда не встречалась с Владимиром Путиным и никогда не входила ни в какие государственные правозащитные структуры например мне предлагали стать членом Совета по правам человека это такая организация в которую входит довольно много людей и эти люди раз в год встречаются с президентом Путиным излагают ему значит какие-то свои просьбы что касается относительно законодательства или конкретных судеб конкретных людей но для меня это было невозможно потому что я считала что в общем-то сидеть с Путиным за одним столом это ну с одной стороны для меня это было невозможно потому что я не видела в этом смысла я не знаю никаких случаев когда бы Путин прислушался голосу вот этих таких советников правозащитников советников ну какие-то может быть были послабления но глобально он никогда не прислушивался никаких изменений не было достаточно вспомнить что из года в год они просят его члены Совета по правам человека просят Путина изменить закон об НКО чтобы НКО не были иностранными агентами чтобы вот их никак не преследовали но это все продолжается так что я никогда не была в этой роли никогда не была в роли Людмилы Алексеевой то есть я с Путиным лично не общалась но когда я была членом общественной наблюдательной комиссии посещала тюрьмы то конечно же я общалась с тюремщиками и конечно же я у них просила за конкретных заключенных кроме того я очень часто пишу письма открытые письма обращаюсь к каким-то высокопоставленным чиновникам в защиту каких-то конкретных людей и я предлагаю другим людям эти письма подписывать и многие считают что это бессмысленное дело например известный диссидент Александр Подробинник очень часто говорит о том что мы поступаем как рабы что нельзя писать челобитные но в последнее время речь не идет об обращении к Путину но мы обращались например недавно к министру юстиции или министру МВД по каким-то конкретным поводам которые касались того что адвокатов не пускали в отделение полиции и мы в общем-то взывали к закону или недавно мы написали письмо я написала письмо открытое письмо патриарху Кириллу и просила его чтобы он в свою очередь обратился обратился к главе Псину чтобы к Алексею Навальному допустили врача зачем мы пишем эти открытые письма неужели мы верим что какой-нибудь патриарх Кирилл или министр внутренних дел их прочтет ну конечно мы это пишем потому что мы должны что-то делать мы не можем молчать когда происходит беспредел когда нарушаются права человека конкретного человека или большого количества людей понимаете мы таким образом выражаем свою позицию пытаемся достучаться до власти я не знаю если бы я когда-нибудь встретилась с Путиным я конечно же просила бы его о каких-то конкретных людях о конкретных проблемах но я не думаю что он бы меня услышал просто понимаете бывают такие ситуации когда ты понимаешь что человек тебя уже не услышит я думаю что Путин может услышать кого-то когда ему это будет выгодно но мы знаем историю когда он освободил Михаила Ходорковского после того как кто-то отсидел 10 лет он освободил украинских политзаключенных в частности Олега Сенцова в судьбе которого я тоже принимала участие обращаясь к президенту Макрону и президент Макрон ответил на мое обращение и он участвовал в судьбе Сенцова то есть понимаете это очень такой тонкий сложный вопрос нужно ли просить что-то у власть придержащих ну а как иначе люди могут в такой тоталитарной стране как люди могут бороться защищать права человека это один из элементов борьбы как появится такое обращение к власть придержащих Зоя Феликсона вы сейчас назвали имя Алексея Навального а как вообще его состояние каково его состояние на сегодняшний день если у вас есть какая-то информация потому что как мне кажется последнее время все СМИ как бы молчат ну или им приказано молчать не освещать тему Алексея Анатольевича а вы знаете что ну никто в России сейчас не молчит и никому ничего не приказано у нас есть достаточно ну определенное количество независимых СМИ медиа это сайты это телеканал Дождь например или Радио Уха Москвы и другие в общем-то сайты такие в интернете просто сейчас в России период праздников сегодня у нас 4 мая это праздничные дни и мы всю информацию которую мы получаем о состоянии здоровья Навального о том как он выходит из голодовки эта вся информация исходит от его адвокатов вот я не уверена что адвокаты сейчас могут к нему попасть потому что праздничные дни может быть завтра они смогут попасть или может быть они до самого 10 мая не смогут попасть потому что обычно в колониях и в тюрьмах это на время праздников адвокаты туда ни адвокатов не пускают и нет никаких свиданий с родственниками последняя информация которая была от Алексея Навального это накануне Пасхи Пасха была 2 мая и вот адвокаты опубликовали его поздравления с Пасхой он поздравлял всех верующих всех людей которые справляют Пасху он поздравлял их с Пасхой и говорил о том как он выходит из голодовки вот это все что мы знаем и вполне возможно что до 10 мая никакой другой информации не будет Зоя Филипсовна тоже вопрос такой как бы ну не знаю риторический философский несет ли должен ли народ нести ответственность за свой выбор я имею ввиду то что происходит на протяжении последнего времени в России большая часть народа не знаю там не буду называть процентов поддерживает поддерживала и поддерживает Владимира Путина но когда нибудь это закончится должен ли народ вот нести ответственность за вот эту поддержку на ваш взгляд ну что значит народ народ это такое знаете понятие очень общее мы говорим часто о том что те люди которые находясь на своих местах исполняя свои должностные обязанности как например следователи которые фабриковали уголовные дела судей которые выносили неправосудные приговоры прокуроры которые также требовали совершенно безумных сроков для невиновных людей конечно эти люди должны нести свою ответственность нести ответственность по закону если наступит другое время и если этот режим который сейчас существует уйдет и будут ну потому что большая очень большая проблема России это проблема неправедного суда и конечно же если придет другая власть то необходимо будет пересматривать дела нужно будет освобождать невиновных людей которых у нас достаточно много сидит это те люди это те политические заключенные или это те люди которые осуждены они не правосудно просто потому что их их заказали как это говорят у нас в России это речь идет о бизнесменах которых заказывают их конкуренты или бывшие партнеры или за взятки их сажают это масса людей которые осуждены за употребление наркотиков а их обвиняют в том что они являются продавцами наркотиков они не являются продавцами они являются просто наркоманами а просто наркоманов по закону у нас судить нельзя и много-много разных других дел это вот те люди которые нарушают закон будучи судьями прокурорами следователями вот о них можно говорить а что говорится о народе вы говорите народ несет ли он ответственность за свой выбор тот народ который выбирает депутатов вы этих имеете в виду ну смотрите я извиняюсь что вас перевела я немножко уточню чуть-чуть такую сделаю наметку чтобы мы понимали перед у нас там остается еще две минуты до рекламы я приведу пример германии 30-х годов когда народ сначала кричал хай гитлер да эти кадры есть везде и это а потом точно так же они кричали гитлер капут понимаете о чем я говорю я имею ввиду народ вот как вот зомбированность я не знаю как это уточнить но я не знаю как какую ответственность они могут нести это просто несчастные одурманенные действительно зомбированные люди которые в какой-то момент своей жизни они сталкиваются с властью которая лишает их ну той же собственности или сажает их детей в тюрьму совершенно незаконно да или кого-то например сбивает машина какой-то богатый человек кого-то сбивает уезжает с места происшествия и потом его если даже его найдут то он несет ответственность потому что он может откупиться это люди которые становятся жертвами коррупции да и они ничего с этим сделать не могут в какой-то момент они все люди которые считают что это власть нормальная что поскольку есть колбаса грубо говоря да платят за зарплаты а во времена Ельцина зарплату задерживали сейчас зарплаты платят вот они как-то так живут и лояльны этому режиму но рано или поздно каждый человек сталкивается с несовершенством этого режима и таким образом он платит за свою лояльность вот я так вижу ситуацию Зоя Филипповна мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу и через пару минут вернемся и продолжим нашу беседу спасибо не отключайтесь спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна Чикаго ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер мы продолжаем беседу с российским журналистом правозащитником Зоей Феликсовной Световой Зоя Феликсовна добрый вечер еще раз спасибо Зоя Феликсовна хотел бы начать вот с чего вопрос в недавней передаче вы ее можете видеть на ютуб ЖЗЛ которую ведет известный писатель Дмитрий Быков в интервью с Людмилой Улицкой которую как я понимаю не надо представлять это знаменитая русская писательница он задал ей вопрос практически процитирую слово в слово он спросил ее ГБ это навсегда на что Людмила Улицкая ответила боюсь это в нас находится и это организация народная она бы не жила бы так хорошо и счастливо и не поддерживалась бы снизу то есть живет она хорошо потому что достаточно народная и поддерживается народом как бы вы это к ее высказыванию отнеслись и прокомментировали это но вы знаете я не совсем с этим соглашусь я не считаю что эта организация поддерживается народом дело в том что КГБ которое было во времена советской власти и то ФСБ которое является правоприемницей КГБ это совершенно разные организации то есть это по духу наверное это они действительно правоприемники те люди которые сейчас работают в ФСБ но у них есть одно очень существенное отличие потому что насколько я понимаю то КГБ те люди которые работали в советское время в КГБ они были более что ли у них была идеология сейчас люди которые работают в ФСБ у них главная их идеология это деньги это люди которые зарабатывают деньги которые собирают дань со всех бизнесов которые существуют в России это люди которые считают себя властью все-таки в советское время как бы было два центра власти это было политбюро и это было КГБ а сейчас есть один только центр власти это корпорация ФСБ которая в общем-то управляет Россией поскольку все все люди которые сейчас более-менее управляют Россией это те люди это выходцы из ФСБ во главе с Владимиром Путиным и те люди которые его окружают и которые влияют на принятие решения это конечно выходцы из ФСБ это Николай Патрушев это другие люди которые это Ковальчуки тоже люди которые имеют отношение к ФСБ но это Игорь Сечин конечно это вот те кого я назвала их еще достаточно много других ну не много но несколько таких людей которые решают это Александр Бортников вот глава нынешний глава ФСБ и вот это люди которые управляют Россией и в этом Людмила Улицкая сказала что народ их поддерживает ну я не думаю что народ вот прямо так вот их поддерживает просто конечно же народ их боится потому что это люди которые ну которые всем управляют да которые в любой момент могут любого человека посадить на любого человека на 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 человека на представителя элиты российской элиты есть папочка у этих сотрудников ФСБ на каждого да своя есть папочка на любого крупного руководителя а что касается народа ну мне кажется что народ он вообще об этом не думает он просто живет своей достаточно трудной жизнью вот и как бы если он не сталкивается с ФСБ да с КГБ то он это не думает понимаете а что значит они это допустили ну ведь народ вот в своей массе он просто как бы ведомый да и потом все таки когда мы говорим о народе вы все время возвращаетесь к этой теме да что значит народ это молодые люди совершенно иные да чем люди моего возраста или старше да чем пенсионеры которые смотрят телевизор которые зомбированы телевизор а молодые те люди которые выходят на площади наших городов во время массовых митингов протеста это совершенно другие это свободные уже люди которые не боятся ничего у которых нет вот этого генетического страха перед кгб перед фсб перед спецслужбами это люди которые ездили за границу которые видели как там живут которые живут в ютубе и очень много всего смотрят это совершенно другой народ поэтому говорить о народе нет такого монолитного да какого-то понятия народ это очень разные разные страты и я здесь совершенно не согласна с улицкой может быть она имеет в виду что Путина в свое Путина в свое время выбрали да и вот таким образом значит народ поддержал его но я думаю его выбрали потому что его порекомендовал Ельцин а потому что им казалось что он наведет порядок да в стране страна тогда в общем-то была в таком разобранном довольно состоянии вот и многие те которые за него голосовали даже люди из интеллигентской среды они как-то не подумали о том что этот человек выходец из КГБ ну просто считалось что вот он вместе с Собчаком а Собчак он такой либерал понимаете тут в общем какая-то была такая довольно смазанная картина поэтому нет я пожалуй не соглашусь с этим высказанным у Лицкой хотя я очень люблю Улицкую она моя близкая подруга во многом мы с ней согласны но здесь я не очень понимаю что она имеет ввиду Зоя Феликсовна ваша мама Зоя Александровна Крахмальникова известный православный публицист и человек который боролся за религиозную свободу за возрождение православия я я просто напоминаю нашим радиослушателям что кем была ваша мама у меня такой вопрос да 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 сейчас вот были праздники Пасха и все вот эти вот люди которые называются властью стояли в церкви и крестились это уже давно показывают и тот же Владимир Путин и все его окружение не кажется ли вам что в этом есть какое-то лицемерие бывшие комсомольцы гибисты которые ну вообще никакого отношения православию как говорится не имеют и вот это вот показуха которая существует как вы к этому относитесь ну вы знаете вообще-то вера в Бога это довольно такое интимное личное дело поэтому я не могу сказать что каждый из тех людей обреченных власти которые приходят в церковь и крестятся и стоит на празднике да действительно ли эти люди верят но как известно сказано будем судить по делам их и то что мы видим то что люди у власти они совершенно лишены милосердия это люди которые вообще забывают о заповедях Христа конечно со стороны когда на них смотришь то кажется что это люди не настоящие да не истинно верующие что это в общем то такое показное вот ну это не секрет что российская власть действительно пытается сделать православие христианство своей как бы такой идеологией да и патриарх Кирилл который глава русской православной церкви он по сути такой чиновник от православия это тоже человек достаточно не милосердный потому что мы много раз к нему обращались с тем чтобы он способствовал освобождению невиновных людей и как-то обращался к власти к власти чтобы власть была более милосердной и Кирилл никогда никогда не отвечал и никогда ни за кого не вступался вот поэтому конечно не вызывает никакого знаете умиления да когда я вижу что Путин или кто-то из близких людей ему в смысле во власти что они стоят в церкви со свечками и крестятся потому что власть как я уже говорила это действительно совершенно не христианская власть это власть жестокая власть такая которая приближается к тоталитарному режиму в России это в общем не имеющий никакого отношения ни к христианству ни к православию Зоя Феликсовна сейчас появилась такая специальность пропагандист ну вы наверное знаете даже лучше нас кто этим занимается вопрос у меня в другой плоскости а нужны ли пропагандисты правозащитникам чтобы например они отстаивали те идеи которые отстаиваете вы ну например например канал дождь и прекрасный журналист тихон дядко главный редактор мог бы наверное со своим опытом я говорю не в как вы понимаете не в отрицательном смысле а именно в положительном более адамангайд например кто то еще на дожде более более активно может даже агрессивно да пропагандировать слово пропагандировать в данной контексте это более положительное а именно права человека потому что как мне кажется или нам всем кажется права человека более не фундаментальная идея россии как вы видите это а ну смотрите если вы говорите о журналистике вообще телеканала дождь или о любом другом независимом медиа то в принципе с моей точки зрения медиа не должно быть пропагандистским журналисты это те люди которые рассказывают о тех событиях которые происходят и если речь идет о нарушении конкретных прав конкретных людей они об этом говорят дождь ни в коей мере не является пропагандистским телевидением и не должен таким быть это абсолютно такое независимое медиа конечно оно имеет свое лицо и те люди которые там работают они конечно в каком-то смысле являются оппонентами власти и они ну они как бы сказать они не последователи власти да может быть стоит побороться за права человека я но журналисты не должен журналист не должен ни за что бороться есть так есть журналисты которые просто описывают то что происходит или проводят расследования вот правозащитник это совершенно другая как бы да другая что ли ну другая профессия да и вот например мне очень часто меня очень часто критикуют и говорят о том что я не журналист а я правозащитник вообще занимаюсь правозащитной журналистикой это такая особая совершенно как бы да часть журналистики правозащитная журналистик она не совсем как бы настоящая потому что журналист он никогда не принимает чью-либо сторону он всегда как бы над схваткой это вот объективный журналист а журналист правозащитник он всегда на стороне слабого понимаете в этом как бы его с точки зрения настоящей журналистики изъян поэтому то что вы говорите что телеканал дождь или любое другое медиа должны заниматься правами человека, да не должны они заниматься, они просто рассказывают. Когда нарушаются конкретные права, они об этом рассказывают. И это достаточно, и мы, правозащитники, очень им за это благодарны, потому что они дают голос, они дают трибуну правозащитникам, людям, которые замечают недостатки в этой области. И этот телеканал «Дождь», как многие другие медиа в России, они дают нам трибуну, и это очень хорошо, и это то, что они должны делать. Но сами журналисты не должны быть правозащитниками. В общем-то, на самом деле, чистота журналистики требует, чтобы эти профессии были разделены. Но бывают такие ситуации, когда невозможно быть просто журналистом, и когда, как была Анна Политковская. Она, конечно же, была правозащитником, журналистом-правозащитником. Я вот в какой-то степени считаю, что я продолжаю ее линию в журналистике. И, конечно, не только я. Сейчас очень много в России молодых журналистов, которые продолжают линию Анны Политковской. Но это особый тип журналистики. И он не должен быть давлеющим, он не должен быть на таком, например, телеканале, как дождь. Это не должно быть идеологией какого-то медиа одного. У нас есть, например, такой сайт, очень известный «Медиазона». Это сайт, на котором вы найдете онлайн судебных процессов, вы найдете миллионы историй про судебные процессы, про тюрьму, про нарушение прав человека в тюрьме. Это такой особый, в общем-то, правозащитный сайт. Но он сейчас очень популярный, потому что вся российская жизнь, по сути, состоит из тюрем, судов, да, и вот из всего вот этого, того, о чем мы с вами сейчас говорим. Алло? Зоя Феликсовна? Что-то со звуком. Да-да, я слушаю. А, Зоя Феликсовна, да, я поясню, почему мы делаем такой акцент на понятии... Алло? Да-да, вы нас слушаете? Алло? Алло? Да-да, вы нас слушаете? Алло? Да. Зоя Феликсовна? Что-то связь. Да. Алло? Сейчас слышите, да? Да. Да. Да-да, я вас слышу, да. Зоя Феликсовна, я просто поясню, почему мы делаем такой акцент на понятии народ, потому что мы очень хорошо помним конец 80-х, начало 90-х годов, когда было действительно ощущение свободы, и это чувствовалось в обществе. То, чего сейчас нету и близко даже. У меня вот такой вопрос. Я недавно посмотрел на днях такой телесериал, называется «Обитель». Я, наверное, вы еще не видели, но вот его будут по телеканалу «Россия» показывать. И, посмотрев этот сериал, при всех его «но», я имею в виду игра актеров, там, ну, есть вещи, вы посмотрите и сами оцените. Я понимаю, о чем идет речь. Об уничтожении, как таковой веры в России, об уничтожении церковных людей, ну, и вообще об уничтожении человеческого «я», вообще человека, как понятия. Нет ли у вас ощущения, что то, что происходило в 20-х, 30-х годах на протяжении всего Советского Союза, это идет отголоском в сегодняшнюю Россию? Ну, конечно, это невозможно сравнивать 30-е годы, 37-й год, да, с тем, что происходит сейчас. Хотя, очень часто аналитики, да, эксперты, какие-то полемисты и журналисты иногда говорят, вот это 37-й год. Конечно, нет, потому что речь не идет о массовых репрессиях. Речь идет, сначала речь шла о точных репрессиях, сейчас мы видим, что власть перед выборами, да, перед парламентскими выборами, которые будут осенью и в дальнейшем, в 24-м году будут президентские, что вновь закручиваются гайки и пытаются, в общем, совершенно как бы уничтожить оппозицию. Но ни в коем мире нельзя сравнивать, потому что уже и мир другой, и то, что вы называете народом, и народ другой, опять же, потому что сейчас молодежь совершенно другая. Это те люди, которые родились еще, в общем-то, в относительно свободное время. Даже люди, которым сейчас 20 лет, они родились в 2000 году, это когда Путин только-только пришел к власти, и совершенно была другая страна. То, что мы видим через 20 лет, страна очень сильно изменилась. Но никто из нас не знает, будет ли возвращение к массовым репрессиям, да, к тем репрессиям, которые были в сталинское время. И тот фильм, о котором вы говорите, это по книге Захара Прилепина «Обитель», это о Соловках, это о всех заключенных, которые сидели в Соловках. То есть, это страшные, совершенно страшные годы сталинских репрессий. Конечно, мы не можем сравнивать то, что сейчас происходит в России с тем, что было тогда. Не говоря о том, что, конечно же, сейчас из-за коронавируса мы практически живем при железном занавесе, да, так называемом железном занавесе, потому что люди не могут уезжать. В общем, ну это затруднено. И если бы не было этого коронавируса, и были бы открыты границы, то, конечно, мы бы увидели большую миграцию, да, потому что мы видели эту миграцию до коронавируса год назад, да, когда были открыты границы, и люди уезжали. И я уверена, что сейчас есть очень много людей, которые хотят уехать, потому что они боятся, что они могут попасть под этот каток репрессивный, который сейчас существует. Но, опять же, это не 1937 год, но просто людей стали больше сажать совершенно за, как бы, нелепые какие-то вещи, да, тебя могут посадить за репост какого-то статьи, какого-то поста в Фейсбуке, да, тебя могут посадить за клевету. К журналистам стали приходить часто с обысками, и разные всякие статьи тоже им вменяют. Но много-много всего, любого, в общем, человека можно объявить экстремистом. Ну, достаточно просто любого ученого посадить за государственную измену, просто если этот ученый сотрудничает с какими-нибудь иностранными компаниями, и сотрудничает совершенно легально, и контракты, которые подписывает этот ученый в своем институте, эти контракты все завизированы первым отделом, то есть отделом ФСБ. Но, тем не менее, если очень нужно, этого человека можно посадить, а сроки там очень большие, вплоть до 20 лет лишения свободы. Поэтому, конечно, люди бы уезжали. Но мы не можем пока говорить, что это такие же репрессии, как были в сталинское время. И, наверное, все-таки мы еще не достигли брежневских репрессий. Я думаю, что все-таки нет. Но это еще и потому, что все-таки сохранилась какая-то свобода интернета. Ну, я жила в советское время, мои родители были диссидентами, они сидели в тюрьме и в ссылке. Ну, невозможно же сравнить все-таки с тем временем. Просто пока мы сравнить не можем. Но если будет закрыт интернет, да, если не будет Ютуба и не будет вот этих всех независимых медиа, то, конечно, тогда мы окажемся в брежневско-андроповском времени. Вот так. Так может быть, да, действительно. Зоя Феликсовна, не так много у нас времени. Два коротких вопроса. Если получится так, будете ли вы защищать, если попадут под каток, националисты, коммунисты, ну, может быть, даже нацисты? Являются ли они предметом защиты прав человека, эти люди? И можете ли вы себя назвать наследником Сахарова? Ну, или, скажем так, вы сегодняшний Сахаров. Это в конце периода. Нет, ну, конечно, я никакой не Сахаров. В России есть гораздо... В России есть потрясающие совершенно люди, которые рискуют жизнью и защищают других людей, и занимаются оппозиционной политикой. Если уж говорить, если сравнивать с кого-то с Сахаровым, по силе, да, это, конечно, Алексей Навальный сегодня, но его вообще нельзя никого ни с кем сравнивать. Но почему я хочу... Почему можно было бы его сравнять? Потому что это просто человек, который, ну, который, понимаете, вернулся в Россию, хотя прекрасно знал, что его могут посадить здесь. Это человек, который объявил голодовку, и он голодал за право любого заключенного, чтобы к нему позвали врача. Этим он мне напомнил Андрея Сахарова. Это человек бесстрашный. Что касается, буду ли я защищать разных людей от нацистов до коммунистов, ну, конечно, когда я посещала тюрьмы московские, я защищала всех людей, которые нуждались в защите. Это были и бывшие сотрудники Следственного комитета, которых кормили психотропами для того, чтобы они дали показания, например, на главу Следственного комитета. Да, это, ну, коммунисты тоже были, нацисты, ну, националисты, не нацисты, а националисты, которые просили о помощи, да, когда их права нарушались. Прозвращение к этому, тот человек, который защищает, в общем-то, любого человека, если его права нарушаются, мы защищали и убийц, да, у которых были какие-то... Если человек очень тяжело болен, его не обождали по болезни, и нам было неважно, в чём этот человек обвиняется. Вот, поэтому, ну, понимаете, Россия – это такая страна, в которой очень много людей сильных, смелых, бесстрашных, которые, в общем-то, даже не понимая, не зная, может быть, Андрея Сахарова, не зная его опыта, не зная о нём, да, много чего не зная, но они просто идут тем же самым путём. И в этом смысле, мне кажется, что это страна, которая должна ещё весь мир удивить, в общем, в хорошем смысле, потому что сейчас мы переживаем очень сложный период, очень трудный, такой, знаете, тёмный период, который мне напоминает времена 80-х годов, когда всё диссидентское движение было зачищено, вот, и когда казалось, что никогда не наступит утро, да, но в институте была перестройка и демократия. Да, мы просим прощения, передача заканчивается. Огромное вам спасибо за ваше время, берегите себя. И большой привет передавайте замечательному журналисту и красивой женщине Катерине Катрикадзе. Спасибо большое ещё раз. Обязательно передам. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.